здравствуйте мои дорогие сегодня я вот хочу переделать вот такие бусы я их купила в комиссионке в отделе в антикварном и самое главное что у них сохранился замочек и бусы эти старые винтажные с эффектом а.б. эффект а.б. это аврора баррельос называется это настоящие бусы я не знаю чешские или австрийские маркировки тут нет никакой но то что это винтаж это и так понятно вот посмотрите какая была какое крепление вот это вот маленькая теперь уже таких не делают давно вот но дело в том что ну мало того что они были рваные все но самое главное что сохранился замочек они очень коротенькие и у меня еще вот есть несколько бусин тоже от таких же бус я это все перемыла у меня еще все мокрое перемыла потому что обязательно нужно мыть винтажные старые бусины да и просто если вам достаются какие-то бусы их нужно обязательно мыть вот и я в общем хочу к винтажным вещам надо относиться очень бережно я думала думала и все-таки я решила их оставить в том же виде в каком они были единственное что добавлю вот эти бусинки и за счет этого они будут подлиннее немножко а так ну такую красоту что с ними сделаешь просто замочек просто прелесть ну что же бусы спасены от реставрированы они стали подлиннее были 45 сантиметров стали 60 но это на манекене они кажутся такими длинными на самом деле они на обычную шею будут где-то вот так замочек все как надо можно можно и вот так носить ну-ка ну я думаю что можно и вот так носить замочком впереди да можно и на боку тоже на просто немножко сейчас они отлежаться но посмотрите вот какая прелесть ну как вот можно их не любить то просто прям замечательные бусы причем я так заигралась что забыла снять вам процесс вот но это еще не все видео мои дорогие я вам покажу еще шарфы колье которые я делаю я их сама очень люблю девочки у меня часто заказывают их хочу вам представить шарфы колье которые я делаю ну из обычных шарфов из обычных по полтора метра длиной шарфов бывают прям очень широкие палантины бывают поуже ну вот какие куплю из таких делаю вот сейчас модно очень матовое золото и вот я сделала просто крупную цепочку к сожалению мнутся нет возможности хранить где-то их так чтобы они не мялись вот такой шарф колье с такой приятной неяркой расцветкой вот такие бусины стеклянные каркле с трещинками вот такой шарф тут ткань совсем другая такая похожая на капрон что ли но не колючая тут вот эти огурцы по если такая приятная я люблю так вот такой цвет такую расцветку такое стекло красиво вот такой шарф я думаю что это хлопок вот он где побреднее где поярче вот здесь вот тоже стекло вот бы прям прям под цвет вот этих цветов на моем канале они у меня пользуются спросом но я их продаю дешево и девочки у меня берут а почему потому что они удобные не все умеют носить шарфы а этот шарф ты одела и он из-за тяжести бусин вот этих он никуда не сползает никуда не убегает я то вот собственно говоря и полюбила эти шарфы потому что ой мои хорошие у меня всю жизнь эти шарфы куда-то уползали вылезали из-под пальто сзади ну смех и грех а этот одел и ты уже не переживаешь что оно куда-то там сползет шарфы все разные мне кажется есть на любой вкус вот такой яркий шар я его достала и понимаю что я мне он не нравится я его буду переделывать потому что почему-то я сделала здесь фурнитуру под серебру вот видите как разное настроение разные видео не видео как сказать то видишь по-разному сейчас я понимаю что это надо снять все сделать под золото фурнитуру как-то совсем да переделала шарф и он заиграл совсем по-другому ну правда ведь ну так что все время работаем над собой спасибо мои дорогие тем кто досмотрел до конца если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки ну если понравилось давайте дальше вместе работать спасибо всем и пока-пока